Евровидение 2019. 10 интересных фактов о талантливой Сырбук. В ноябре 2018 года стало известно, что Армению на Евровидении представит певица Сырбук. Однако, по иронии судьбы, ее сингл был выпущен в самый последний момент. Певица исполнит дерзкую и артистичную композицию «Уходя», которая по коэффициентам ставок оказалась в пределах первой десятки. В качестве участника Сырбук была выбрана армянским вещателем общественным телевидением Армении. При этом Армения уже дважды не смогла выйти в финал. А потому страна надеется вернуть свое Евровидение. Обо всем этом пишет издание ViviBlogsk, которое решило составить рейтинг 10 самых интересных фактов об армянской участнице конкурса. Когда объявили, что Армению на Евровидении представит Сырбук, возникла некоторая путаница. Оказалось, что имя певицы фонетически похоже на название сети известных американских кофеин. На случай, если кто-то из вас все еще не уверен, мы можем подтвердить, что совпадение случайно. На самом деле настоящее имя Сырбук – Сырбу и Сарксян. Но с момента начала своей сольной карьеры певица предпочла более короткий вариант своего имени. Звезда заняла второе место в армянской версии шоу X-Factor. Если вы сомневаетесь в вокальных способностях Сырбук, не смотрите дальше. Армянская певица приняла участие в первом сезоне X-Factor Армении еще в 2010 году. Она быстро стала популярной в своей стране и, в итоге, оказалась на втором месте. Сырбук поразила судей во время прослушивания и продолжила триумф на протяжении всего сезона. Кроме того, несколько лет спустя Сырбук пригласили на шоу исполнить свой первый хит – ITK Rock S. Международный успех Сырбук. Спустя несколько лет после блестящего участия в X-Factor и выхода дебютного сингла в 2017-м, Сырбук решила не стоять на месте и стала развивать карьеру дальше. Девушка приняла участие в The Voice Ukraine. Выступая перед бывшими легендами Евровидения Джамала и Тиной Кароль, Сырбук блестяще исполнила хит My Kind of Love. Певица удостоилась бурных аплодисментов от зрителей, а также Джамала победительница Евровидения 2016. Армянская певица вышла в финал, заняв четвертое место в общем зачете. Сырбук пела в вокальной группе. Многие из нас знают только о сольном репертуаре Сырбук. Однако ранее она была ведущей вокалисткой группы Allusion. После участия в X-Factor армянка стала выступать на небольших местных концертах в Армении со своим бэндом. Как сообщает Eurovision TV, группа в основном исполняла каверы американских песен, жанров джаз, соул, R&B и современной поп-музыки. Несмотря на то, что сольная карьера Сырбук в самом разгаре, она иногда выходит на сцену вместе с Allusion. Сырбук лауреат популярной премии. Представительница Армении на Евровидении была награждена многочисленными наградами. Одна из последних была 10 ноября 2018 года, за пару недель до того, как объявили о том, что ее выбрали для участия на Евровидении. Сырбук получила награду в номинации «Лучший певец от Камаблок». Сырбук талантливый музыкант. Певица Сырбук не просто девушка, с великолепным голосом, а она, прежде всего талантливый музыкант, в своем родном городе Ереване Сырбук окончила Государственную консерваторию имя Камитаса. В колледже Сырбук играла на каноне, народном струнном инструменте треугольной формы, напоминающей Марфу. Особого влияния канона на творчество артистки мы не услышали, но, все же, этот ее опыт впечатляет. Артистка любит животных. По страничке Сырбуков в Инстаграм можно сделать вывод, что певица обожает животных и природу. Всегда приятно видеть, как заботиться о братьях наших меньших. Взгляните на некоторые кадры Сырбук с животными. Кто повлиял на творчество звезды? После небольшого экскурса по соцсетям, вернемся к музыкальному миру певицы Сырбук. Как-то она писала о том, что свой художественный стиль она стала развивать под влиянием знаменитых музыкантов, Ареты Франклин, Этте Джеймс и Элли Фитцжеральд, а также R&B артистов и исполнителей, таких как Стиви Уандер, Рэй Чарльз и Майкл Джексон. У Сырбук есть связи с российской киноиндустрией. Помимо работы над проектами, относящимися к ее сольной карьере, Сырбук также работала вместе с российским режиссером Евгением Абызовым для его фильма «Легок на помине». Сырбук вместе с другими популярными исполнителями исполнила песню армянского музыканта Гаррика Папена Лодка. Певица отлично работает на камеру. И наконец, чтобы завершить этот короткий список, мы вспомнили, что забыли похвалить множество высококачественных и художественных фотосессий с участием Сырбук. Армянская певица демонстрирует различные стили и жанры на своей официальной странице в Инстаграм, идеально отражая свой музыкальный, многогранный мир, профессионализм, который сквозит в ее фотографиях. Множество стилей и направлений все это хорошие предпосылки того, чтобы Армения в очередной раз громко заявила о себе на конкурсе, представив эпичное сценическое шоу. На этом все. Если вы знаете другие интересные факты из жизни Сырбук, поделитесь ими с нами в комментариях. Приятного просмотра. Продолжение следует...